Сегодня я хочу рассказать вам, как формировать стол без чабани и какой минимум предметов нам нужен для заварки чая или для чайной церемонии. Итак, мы начинаем со скатерти на стол. Она не на весь стол, а только на какую-то его часть. И ложим ее посередине. Второй предмет. Вазочка с цветами. Мы ее вставим в левый верхний угол. Чагуань. Там, где хранится чай, мы ставим в левый нижний угол. Чай. Слив для воды и чая. Мы его располагаем справа. Ча-хэ. Тоже стоим справа. Ча-чжи. Возле ча-хэ. Ча-цзи. Тоже рядом. Не нужно их располагать очень близко к центру, так как мы будем им пользоваться только один раз. Ча-цзинь. Полотенца. Ложим перед собой. Гай-вань. Тоже ставим перед собой. Гондао-бэй. Тоже перед собой. Слева от Гай-вани. И фиалки с подставками. Перец с обеседниками. И чу-ча-ху. Чайник для кипячения воды. Мы его ставим справа, уровнем ниже от стола. Или если мы его ставим на стол, мы должны его ставить в таком положении. Чтобы носик чая не смотрел на ваших собеседников. Мы его ставим справа. Вот такая у нас сортировка стола. Думаю, что каждый раз, когда вы сортируете стол, он должен быть красивым. Потому что это придает гармонию и атмосферу вашей церемонии. Ну и естественно, людям будет очень приятно, и вам, и вашим собеседникам, друзьям, именно находиться за такой сортировкой. Конечно, эти предметы все, они не обязательны. Есть обязательные, без которых мы не сможем просто заварить чай. Ну, а есть не обязательные. Ну, давайте определимся, какие обязательные, а какие нет. Ваза для цветов. Она, конечно, не обязательная. Но я думаю, что у каждого в доме есть какая-то вазочка, которую вы можете поставить. Размеры, конечно, могут быть разные, но не нужно очень большие. Подставочки для фиалок. Они тоже не обязательны. Ну, с пиалочками, конечно, если немного будут оставаться чайные капельки, они будут стекать сюда, и стол всегда будет у вас чистым. Ча-хэ. Она тоже не обязательная, так как мы можем сразу вложить чай в нашу гайвань. Ча-шэ и ча-цзэ. Они тоже не обязательные предметы, но советуются, так как у каждого человека есть свой запах. Если мы руками будем трогать чай, запах и, может, какой-то жир, который на руках, может остаться на чае. И так, чтобы не навредить вкусу чая и запаху его, мы используем эти предметы. Но они тоже не обязательные. Чай-юй. Это обязательный предмет. Мы должны его оставить. Но он может быть заменен вазочкой, или, может, каким-то стаканом или колбой, которая будет у вас стоять, и вы будете сливать сюда воду или нужный чай. И шагуань, она, конечно, не обязательная, так как вы можете чай сразу насыпать с пачки, которые вы купили, или с пакета, в чем находится. Она не 100% обязательная. Ну и думаю, что с полотенечком в доме проблем не найдется. И скатерть. Скатерть, она тоже, если вы ее уберете, вид уже будет не такой. Но я думаю, может, у вас тоже дома найдется скатерть, которую вы можете использовать для начала. Конечно, если будет полный сервиз, для новичков, может, это не пассивно сначала. И посуда эта не очень дешевая, хорошая. Думаю, вы можете обойдиться пока таким минимумом. Но со временем вы можете докупать в свой набор такие чайные предметы, которые вам нужны, или которые вам нравятся. Ну и сейчас я, конечно, хочу продемонстрировать вам с полным чайным предметом, как заваривать чай. Сейчас я продемонстрирую, как мы завариваем чай с таким сервизом. Я только использую одну фиалочку для себя. И я не буду ничего рассказывать, просто продемонстрирую, чтобы вы понимали, как пользоваться этими предметами, которые я только что вам показала. КОНЕЦ 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 Сейчас я вам продемонстрировала, как использовать все предметы. Цель моя не была, не было заварить этот чай, так как я его и по количеству насыпала очень мало, и вода у меня была не закипяченая. Но я хочу, чтобы вы поняли, как пользоваться этими предметами. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите мне в комментариях. Если вам понравилось видео, ставьте мне лайки. Я буду вам записывать следующее видео. До встречи!